Продолжение следует... Может быть, народ испугался и убежал. Не знаю. Значит, сегодня тема простая и веселая. Если только мы не пойдем достаточно быстро и не наткнемся на менее простую, менее веселую тему. Но я надеюсь, что я буду большим тормозом и не успею. Так, запись. Ну, поехала? Поехала. Значит, я уже сказал, что нынче тема простая и веселая. Эта тема называется стройки. Итак, прежде чем мы к тем подойдем, маленький должок за позапрошлую лекцию. Потому что в позапрошлый раз мы с вами говорили про функции, вообще про всякие функции в качестве параметра функции. И я забыл рассказать про одну, кажется, забыл рассказать. Возможно, нет, но что-то я не помню, чтобы я про это рассказывал. Про одну, в общем, значительную вещь, которая часто используется и лежит на поверхности, а мы, значит, про нее забыли. Это про то, что функции max, min и sort, например, имеют дополнительный параметр функции вычисления ключа. И, соответственно, сортировка происходит по ключу, а не просто так. Значит, смотрите, как это устроено. Вот у нас, допустим, есть какой-то списочек, ну, не знаю, ну, что-нибудь такое из сегодняшнего практикума. Ну, там, не знаю, минус 4 до 4. Вот. Ну, тогда минус 40 до 40. Вот. Ну, вот какой-то, значит, какой-то списочек. Давайте мы сформируем... Да, значит, как видите, он уже упорядоченный, ну, потому что это просто range. Вот. Мы его можем даже что-нибудь такое сделать. Вот такое. И его перемешать. Ну, кстати, вот я устроил маленький кусочек лекции про рандом, потому что это очень удобный инструмент для написания тест-кейзов для наших задач. Вот. Когда вы не хотите, ну, хотите попробовать, работает она или нет. Значит, смотрите, ну, вот я его перемешал. Если мы сейчас, скажем, sorted от a, то, разумеется, он отсортируется. Если мы, скажем, max от a, то, разумеется, мы найдем максимальный элемент, который равен 3.9. Но если мы почитаем документацию по этому самому максимуму, мы увидим, что у него несколько более сложный синтексис, чем просто передать туда последовательность или передать туда несколько подряд операндов и найти среди них максимум. Не вдаваясь в подробности, не вдаваясь в подробности, ну, вернее, не так, вдаваясь в подробности, значит, смотрите, если у нас только один аргумент итератор, один, прошу прощения, оперант, итератор, то питом будет, функция max будет в этом итераторе искать максимальный элемент. Если 2 и больше, то итерация будет происходить по вот этому куску кортежа. Но есть еще дополнительный необязательный элемент, он именной, и судя по тому, как это выглядит, мы можем предусмотреть функцию вычисления ключа. В результате у нас будет выбираться тот элемент, значение ключа которого максимально. то есть, если мы сейчас, допустим, скажем вот так, и поищем такой элемент, у которого максимальный синус, например, выяснилось, что ближе всего к π пополам у нас лежит значение 1,6. Именно у него синус максимальный. То есть ничего чудесного в этом абсолютно нет. Те из вас, кто проходили там какие-нибудь базы данных, знают, что индексация записей, упорядоченные записи в базе данных тоже делается по ключу. Просто иногда это ключевое поле отдельное, да, там по фамилии, а иногда это прямо отдельное поле, которое называется ключ, и оно может быть вычислимым. Вот ровно с этим мы имеем дело в питоне, когда мы говорим, что мы выбираем элемент, значение которого на этом самом максимальном, значение ключа которого максимально. Абсолютно такая же конструкция в минимуме, абсолютно такая же конструкция в сорте. Если мы напишем вот так, то он нам упорядочит по возрастанию, как я вижу, упорядочит все значения по значению косинуса. Видите, чудесным образом, поскольку косинус симметричная функция, чудесным образом у нас сначала вот так идет, потом вот сяк, и заканчивается нулем, потому что косинус нуля равен единице. Максимальное значение, наибольшее. Значит, вообще передача какого-то ключевого параметра внутрь функции, это довольно частая штука, вернее, ключевой функции внутрь другой функции, довольно частная штука, и вот в частности, при вычислении максимума, минимума и при сортировке она используется. Возможно, еще где-то, это может еще встретиться. Просто это такая довольно популярная вещь, которую почему-то я на позапрошлой лекции не сказал. Вот. А между тем, у нас на этой лекции тема совсем другая. Какая у нас тема на этой лекции? Сейчас посмотрим. Я думаю, что стройки. Вот. Что мы знаем про стройки питоновские? Ну, например, мы знаем, что стройки в питоне это такие последовательности, которые можно задавать четырьмя различными способами. Мы можем... Двумя из них я периодически пользуюсь, а двумя нет. Но это же не важно. Можно и чаще ими пользоваться. Значит, смотрите. Классический способ задания строки это в кавычках. Да? Вот. Обратите внимание, что когда я питону выдаю просто объект и он выдает его представление строковое, так называемое, representation, repr, он приписывает кавычки обратно в знак того, что это именно строка, а не что-нибудь иное. Вот. Правда, он приписал одинарные кавычки, что наводит на мысль, что их тоже можно использовать. Апострофы. Вот. Апострофы от кавычек не отличаются вообще ничем, за исключением того, что внутри апострофы в кавычки считаются обычным символом, а внутри кавычек апострофы считаются обычным символом. Мы можем написать вот так. А вот так, разумеется, мы написать не можем. И в этом весь смысл. Вот. Значит, два других способа. Это способ задания многострочной строки, извините за тавтологию, а именно ситуация, когда у вас внутри строки встречаются символы перевода строки. То есть мы можем написать что-нибудь в таком духе. Обратите внимание на то, что питон сменил подсказку на три точки. Подсказка три точки означает, что синтаксическая конструкция, которую вы сейчас вводите, еще не закончилась. Так что давайте продолжайте. Вот. Вот. Вот эта строчка. Обратите внимание, что ее representation, repr, то есть тот формат, который питон избирает, когда мы просто выдаем ему выражение в командной строке, питон вытянул в одну строчку, и вместо перевода в строки используются вот такие спецсимволы. Backslash end как раз и означает перевод строки. Но если мы скажем print от этого текста, мы увидим то, что мы ввели. Разумеется, существует вариант и с тремя апострофами в качестве ограничителя. Собственно, вот все способы задания. К спецсимволам мы еще вернемся. Вот. А пока давайте вспомним про свойства нашей строки как последовательность. Ну, во-первых, строки от последовательности неизменяемые, то есть немодифицируемые. И это значит, что с ними можно делать абсолютно все, что можно делать с любыми другими последовательствами в питоне, а именно у строк есть индексирование, секционирование. Вот. По строке можно запустить цикл. Поскольку есть индексирование, значит, можно сделать итератор. Мы теперь знаем, как это делается. Я так думаю, что у строки есть метод iter внутренний. Да, вот он. Так что, когда мы будем делать из нее итератор, нам даже не понадобится никаких дополнительных упражнений. Мы вызовем вот этот точка iter. Вот. Что еще можно делать с последовательностью? С последовательностью в питоне можно умножать, складывать. По крайней мере, некоторые строки можно. Вот. Все мы это и так знаем. Мы это чуть ли не в первый день посмотрели. Вот. Чуть ли не в первый день или около того, мы поговорили о том, что строки, в отличие, скажем, от списков или кортежей, это довольно хитрая последовательность. Она с одной стороны хранимая, с другой стороны вычислимая. В том смысле, что когда мы берем элемент строки, вот такой, да, у нас элементом строки внезапно является строка. то есть тип того, что возвращает нам операция индексирования, это тот же самый тип стр, как и у самой строки. Да. Я даже показывал вот такую картинку. Совершенно неудивительно, поскольку элементом строки является строка, то я даже могу вот так написать. Значит, особенность строки. Еще одна особенность строки, как последовательности, в том, как работает операция принадлежности, операция in. Вот. Если вы помните, операция in проверяет наличие элементов последовательности, но в случае строки операция in проверяет наличие подстроки в строке. То есть, То есть если мы возьмем какой-нибудь кортеж, то мы можем сказать, что это in c. Или, допустим, да, но мы точно знаем, что вот так вот, например, у нас будет false. В нашем кортеже не содержится элемента, равного 1, 2. А что же касается строки, то там операция in именно проверяет наличие подстроки в строке. То есть если мы напишем что-то типа, что у нас там, ну, не знаю, там s равняется. То у нас будет работать и вот так вот, да, и вот так вот. Вот оно. Сделано это исключительно для удобства. Все равно у нас, мы уже согласились с тем, что строка это такая специфическая последовательность. Поскольку строка является последовательностью, по ней можно пройти циклом. Цикл будет вам возвращать одиночные символы, ну, одиночные строки единичной длины. Соответственно, любая питоновская распаковка, которая применима к другим последовательствам, применима, разумеется, и к строкам. Мы можем написать вот так, вот так мы можем написать, да. Мы можем написать вот так вот. Конструктор лист сконструирует список из последовательности, которая является строка s, которая состоит вот из таких вот буквочек. В общем, тоже тут ничего абсолютно волшебного нет. Хотя удобно. Те из вас, кто изучали паскаль, я думаю, порадуются. Вот. Значит, еще больше они порадуются, когда они посмотрят, а какие встроенные методы есть у строкового объекта. То есть, что с этим строковым объектом можно делать, не прибегая вообще к программированию, а исключительно дергая его собственные возможности. Вот. Ну, тут вот в плане лекции они как-то сгруппированы. Ну, давайте следовать плану лекции. Значит, вот у нас есть строка s. В принципе, я, кажется, говорил, что операция нахождения под последовательности в последовательности, в частности, под строки в строке, имеет линейный алгоритм решения. То есть, вот алгоритм, который приходит всем без исключения в голову, он, вообще говоря, квадратичный, потому что мы сравниваем начало под строки с началом строки, доходим до сбоя, потом со вторым элементом строки доходим до сбоя и так далее. Вот. У, кажется, Дейхстера есть алгоритм при помощи z-свертки такой, так называемый, за счет некоторого дополнительного объема памяти мы можем этот алгоритм превратить в линейный. Тем не менее, алгоритм поиска под последовательности в последовательности жрет немножко памяти, вот, и если, допустим, нам нужно только проверить, что строка начинается или заканчивается на определенную под строку, то, конечно же, проверка наличия под строки в этой строке, что это под строка в этой строке, там, в начале, что она в конце, это довольно веркильная идея. Вот. А правильная идея – это писать что-то типа s.startsWith, там, asd. И абсолютно такая же штука с jensWith. Это слово было jens. И это было s. Вот теперь правильно. Вот. Абсолютно линейная, коротенькая, линейная, причем по размеру того отрывка, который вы смотрите, даже я бы сказал, по минимальному из двух размеров. Хороший метод. Если же вам нужны методы более, так сказать, общего плана, то есть поиск, реально поиск под строки в строке, например, вам нужно узнать, где в данной строке находится соответствующая подстрока. Ну, давайте сейчас чуть поправим. А, нет, нормально. То можно использовать, например, метод find. s.find, ну, скажем, e. Ну, или там, допустим, er. Вот. Или, допустим, e.r.t. Обратите внимание, что она ищет просто первое вхождение такой под строки. Вот. В первом случае она нашла его на четвертой позиции, во втором на девятой. В общем, ничего удивительного. Если вы хотите искать дальше, чем на четвертой, делайте вот так. Точнее, вот так. Указывайте позицию, начиная с которой надо искать. Посмотрим, что еще там можно ей передать. Можно еще указать последнюю позицию, на которой искать. Вот. Правда, метод find плох тем, что... А, метод find вам всегда вернет что-нибудь, но в случае, если он что-нибудь не нашел, он вернет минус единицу. Поскольку индексирование по минус единице в питоне тоже работает, если вы не проверили, что это было минус единица, у вас программа может продолжать работать дальше случайно. Вот. Имейте это в виду. Если вы так не хотите, вместо слова find надо использовать слово index. Вот. Индекс будет возвращать вам исключение. То есть вы выбрасываете исключение в том случае, если что-то там не найдено. Если ваша задача проверить просто, находится ли под строка в строке, используйте им. Вот. Если мне не изменяет память, у метода find есть его правый аналог, который ищет вхождение с другой стороны. И такая же фигня с индексом. Я не помню, есть ли метод count в обычных последовательствах. Кажется, есть. Давайте проверим. Так, что ли? Нет. С это тоже строка. Ну, хорошо. Да, есть метод count. Вы можете посчитать количество элементов в любой, ну, по крайней мере, в списке в кортеже. А в строке вы можете посчитать количество, разумеется, под строк. Значит, что-нибудь st, count, все тот же er, например. Вот их там две. Одна на четвертой позиции, другая на девятой. Вот. Довольно много, я бы сказал, на мой вкус, чересчур много. Методов в питоне, видимо, это наследие языка программирования ABC, учебного, волшебного, которые преобразуют строку. Их реально много. Ну, смотрите. Вот это s, нет, давайте s, ну, хорошо, s, точка, ну, например, lover. А, нет, неправильное слово. Давайте лучше s, v напишем что-нибудь типа бла-бла, бла-бла. Вот. v, v.lover, upper, swap case, сейчас еще что-нибудь вспомню. Какой-нибудь camel case есть? А, он title называется. Title, вот зачем это нужно? Просто. Просто, да, вот правильный ответ, просто, именно. А camel case есть? Есть capitalize? Вот. Это когда, как в предложении, первая буква большая, просто, именно что. Есть еще case fault, смысл которого я даже не помню. Если мне не изменяет память, давайте почитаем. Ладно, не будем читать. Короче, ну, вы поняли, в общем. Даже читать не будем. Помимо преобразования больших и маленьких буквочек в питоне, можно еще и как-то строчки потихонечку форматировать. Есть у вас, ну, что-нибудь такое. Да. Нет, только два параметра. Ну, хорошо. Ага, и только один... Ну, вот, вот, пожалуйста. Вот нам строчка, которая расположилась посредине строки из 10 символов. Вот, причем залитых звездочками. Ну, такое. Вот. Ну, то же самое относится к... Налево. Да. Вот. И направо. Это все было так. Значит, из преобразований есть еще стрип, всевозможные стрипы и эти самые экспанды. Ну, наверное, это тоже полезно. Смотрите. Часто бывает, что вы вводите что-то, там, не знаю, с клавиатурой или разбираете какую-то строчку, и вообще говоря, у вас в этой строчке вас интересуют слова, а там еще какие-то пробелы есть в начале и в конце. Вот. С этими пробелами можно поступать достаточно жестко. Их можно оттуда просто раздевать. Вот. То есть, если вы, например, написали вот так, вот у нас это тэбло, да, то пробельные символы у вас... Тут я еще давайте табуляцию какую-нибудь вставлю. Это все без разницы. Вон, видите, там табуляция есть. Табуляцию видите? А, она есть. Ну, значит, соответственно, у метода стрип есть тоже правый и левый вариант, который отрезает только правую или левую этот самый... Ну, короче, вот. Полезная штука. Вот. Еще был метод экспантабс. Это легоси из второго питона, где Гвида пытался побороться с использованием пробелов и табуляций в исходном коде питона. Если кто-то еще не научился не использовать табуляции в исходном коде питона, стремительно учитесь этому, потому что смесь невидимых табуляций с невидимыми пробелами, при том, что, значит, отступ является синтактически значимым элементом форматирования, это, ну, такое. Вот. И он придумал какой-то мозг по превращению табуляций в пробелы, и вот этот мозг отчасти реализован в методе экспантабс, но, в общем, наверное, пользоваться им не стоит. Вот. Это все правые, 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 правые варианты, а мы подбираемся к более интересным вещам. Во-первых, метод replace, который делает ровно то, что вы подумали, а именно заменяет одну подстрочку на другую, обращая ваше внимание, строка «Неизменяемый объект в питоне». Когда метод replace что-нибудь на что-нибудь заменяет, он, разумеется, возвращает другой объект. Почему-то вот по опыту знаю, что когда вы говорите там, допустим, «ljust», и вам возвращается новая строка, все верят в то, что это новая строка, а когда вы говорите «заменить», внезапно находятся люди, которые считают, что заменили прямо там. Нет, конечно, это формирование новой строки. Ну, что-нибудь типа у нас там что, «s» у нас есть прекрасный, «s.replace», допустим, «er», только в кавычках, на «cucu». Вот, пожалуйста, заменили все вхождения, заменили только первое вхождение, оба, а вот как сделать, начиная со второго, я не помню. Кажется, надо передать позицию. Нет. Нельзя. То есть либо первый, либо первый и второй, либо первый и второй тренсии, либо все. Ну, окей. Значит, удобная штука, которую, в общем, довольно часто приходится пользоваться при работе с текстом. Но, пожалуй, самые удобные штуки, которые связаны со строками, это пара методов сплит и джойн. Про них чуть-чуть подробнее, потому что это действительно очень полезная штука. Значит, смотрите. Вот у вас есть ваша строка. Очень частый такой шаблон распознавания строк это разбиение строк на слова. Ну, практически вот командная строка вся так устроена. Питон вот в командной строке устроен так. Вот. Поэтому у любой строки есть метод replace, у любой строки есть метод. У любой строки есть метод replace, который ровно этим и занимается, если вы не передали никаких ему дополнительных параметров. Если вы напишите v.replace, вы получите... Не replace, чай несу. Split, извините. Метод split. Я оговорился. Вы получите список из слов, из которых состояла ваша строчка. Причем обратите внимание на то, что количество пробельных символов, в данном случае и качество этих пробельных символов, здесь была табуляция, верьте мне. И качество этих пробельных символов не то. Да, сейчас. Наоборот, вот так. О! Количество и качество этих пробельных символов не имеет значения. Последовательность пробельных символов в функции split, в мой темп методный split без параметров считается одним большим разделителем. Очень удобно. Взяли строчку, побили ее на куски и получили слова. Вад. В домашнем задании это было... Кстати, обратите внимание, что на то, что там действительно табуляция. Смотрите. Это сейчас буду набирать, а она будет съеживаться. Вон там вот табуляция. Вад. Для тех, кто не знает, что такое табуляция, ну, видимо, самое время мне рассказать, что это такое. Видели когда-нибудь механическую печатную машинку? Механическую. Значит, на механической печатной машинке для удобства печатания таблиц вручную были такие прищепки, они назывались табулостопы. Значит, эти прищепки отмечали позицию, начиная с которой следовала очередная колонка таблиц. Для печати таблиц вручную машинистка расставляла руками эти табулостопы в каких-то местах, значит, на линейке, начинала печатать, жала на кнопочку «таб», каретка отъезжала до следующей прищепки, там останавливалась, она продолжала печатать, жала на кнопочку «таб», каретка снова отъезжала, и, значит, вот в таком виде это и существовало. Люди, которые делали первые устройства ввода-вывода, подсоединяемые к компьютеру, неравные принтеру и перфокартам, а с клавиатурой и телевизором, они имитировали эти самые печатные машинки. Точнее, даже не так. Некоторое время существовали печатные машинки с клавиатурой, подсоединенные к компьютеру. Вы набивали, а она печатная машинка, вам печатают. Поскольку это были те же самые люди, которые производили печатные машинки, клавиш табуляции, и символ табуляции никуда не делался. Через некоторое время выяснилось, что когда у вас нету железной линейки, расставлять там руками прищепки довольно странно. И за исключением особо одаренных терминалов, которые умели программным образом определять, где останавливается каретка при выдаче табуляции, более или менее общим правилом стало, что табуляция — это позиция курсора на экране с номером колонки, кратным 8. Именно так себя ведет, вот видите, смотрите, вон там табуляция, а давайте мы вот что сделаем, давайте мы напишем вот так, и мы увидим, где она. Вот она, бэкслэш т. Вот перед буквой С табуляция. Поэтому, когда я буду сейчас что-то вставлять, вот это вот, при выводе, вот эта буква С, она как раз остается на позиции, кратной 8. Когда к ней слишком близко подъезжают, она отъезжает на следующую позицию, кратную 8. Звучит бредово. Именно поэтому не используйте табуляции при работе. Вам будет намного легче. Настройте ваш текстовый редактор так, чтобы никаких табуляций не было. Клавишей таб можно пользоваться, только пускай она не символ табуляции вам возвращает, а допустим вставляет 4 пробелы. Или переводит там курсор на позицию кратную 4, как это полагается по классическому форматированию питомских программ. Вот. Все, про табуляцию я закончил. Если вы хотите, чтобы ваша строчка разбивалась не по пробельным символам, а по чему-то другому, вы, естественно, можете использовать метод сплит, в котором вы указываете разделитель. Ну, что-нибудь такого сорта. Вот. Но метод сплит с параметром работает не так, как метод сплит без параметра. Теперь он считает любой разделитель разделителем. Ну, скажем, почему здесь возникла пустая строка? Да, потому что эта пустая строка находится между вот этим и вот этим разделителями. Вот здесь она. Вот здесь она. Вот. Такие дела. Ну, понятно, что вот эта вот штука показывает нам, как именно ищутся разделители. Вот эти два символа разделитель. А следующая строка – это просто строка, потому что там минус только один. Вот. Тоже довольно удобно, но уже для парсинга более, так сказать, автоматизированных штук, не предусматривающих деление предложения на слова. Но, как я уже сказал, есть парный метод к методу сплит – метод join. Метод join – это вообще просто пушка, потому что с помощью него можно творить всевозможные чудеса. Ну, например, самое простое чудо будет состоять в том, что я возьму и заменю вот… Ну, не так. Давайте сначала как метод join работает. Метод join – это метод разделителя. Вы говорите разделитель, точка join, и дальше что? А туда вы передаете последовательный строк, который вы собираетесь поджойнить. Ну, например, не знаю, вот такой вот кортеж. То есть, поначалу это слегка странновато, но… То есть, все кажется, что join должен быть методом вот этого вот… вот этого вот списка строк. Но потом вы понимаете, что это строковый метод. Список ничего не знает про то, какого типа у него там элементы. с какой снатии ему чего-то join, какие-то строки приклеивать. Это строковый метод. Поэтому это, разумеется, метод разделителя. Вы говорите, дорогой разделитель, пожалуйста, поджой мне, вон тот список строк. Он берет этот список строк, если там строки, конечно, если там не строки, он грязно выргается. Ну и вот получается такая картина. Вот. Например, упражнение прямо сейчас. Заменить все пробелы на один пробел. Ну, в смысле, все пробельные символы на один пробел в предложении. Как это сделать? Да, совершенно справедливо. Просто split и join. Вот у нас есть текст вот такой вот. Мы говорим t.split, получаем вот такую фигню. Ну и пробел точка join от этой фигни. Вот и все. Вот. Мало того, поскольку метод join принимает на вход последовательность строк, эта последовательность не обязана быть списком. Она, например, может быть вычислимой. Например, так, что-нибудь типа такого. Backslash n это перевод строки. Сейчас мы об этом поговорим. Точка join. Ну, давай. r равняется, да? А здесь прямо пишем наш генератор какой-нибудь. Ну, не знаю там. Ну, что получится. Да ничего страшного. То, что и было написано. Вот этот код внутри — это лишенный скобочек генератор. Помните, что если генератор является единственным оперантом функции, то внешние скобочки можно не писать. Можно было и написать, но тогда бы у вас немножко такое было бы листоватое ощущение в глазах от количества скобочек. Так вот, это всего лишь генератор, который возвращает последовательность строк, склеенных их из скобочки угловой, строкового представления вот этой фигни, вот этой формулы и другой угловой скобочки, а между ними join вставляет перевод строки. Ну, собственно, вот. Я уже предупреждал, что тема будет простая и веселая. Вот. По крайней мере, простая. Веселья особо не вижу. Вот. Да. Значит, наверное, стоит сейчас вот никак в плане лекции рассказать про спецсимволы, раз уж мы с ними уже дважды встречались. Мы встречались с backslash n и backslash t. Обратите внимание на следующее, что если я напишу сам руками вот этот backslash n, ну, например, напишу что-то вроде такого, то питом этот спецсимвол, backslash n, интерпретирует именно как перевод строки. Вот. Помимо этих вот backslash n, есть еще куча всяких управляющих символов, которые, про все из них я рассказывать не буду, но мы уже видели, например, мы уже видели, например, backslash t. Тимуляцию. Еще, например, можно символ backspace вспомнить, только я не помню, какой он. backslash b какой-нибудь? Или это звоночек? Давайте попробуем. Ой. А где а? А, значит, backspace – это перемещение курсора на одно знакоместо назад. Так что там вывелось a, потом курсор вернулся на место и вывелось b, вернее, c. То есть, ну, например, давайте вот так вот. Видите, количество a уменьшилось. Это просто мы на экран выводили a, a, а потом сдвинули курсор на один символ и вывели поверх него c. Есть еще, кажется, backslash r, тоже очень удобная штука. Понимаете, да, что творится? Давайте я вот так сделаю, чтобы было понятно. Это символ возврата каретки. Вспоминаем печатные машинки. У печатных машинок было две ручки. Одна ручка называлась перевод строки, и она такая вот, а другая – возврат каретки, такая, и каретка приезжала обратно в начало строки. Вот поскольку производители терминалов были в детстве производителями печатных машинок, то так вот как было перевод строки, возврат каретки, так это легоси и до наших дней дожило. Вот. Понимаете, да, что возврат каретки – это просто перемещение курсора на начало строки, а перевод строки – это перемещение курсора вниз. С очень давних пор, по крайней мере, в Linux-системах, ну и в Unix-системах тоже, не знаю, как там видно все, я думаю, что тоже примерно так же, от этого легоси пытаются отказаться разными способами. В частности, в Unix-подобных системах, вообще в POSIX-системах, принято, что символ backslash n на самом деле интерпретируется как два символа, и backslash n, и backslash r. То есть перевод строки и возврат каретки одновременно. Что воспроизводят механические печатные машинки, на которых эта ручка тоже была совокупной? Вы когда вот так вот тянули, значит, каретку обратно в изначальное положение, она еще и проворачивалась в это время. Вот. Ну да ладно. Значит, есть еще всякие другие штуки, ну так, более или менее интересные. Возможно, нам среди всего этого безобразия будет интересна работа с 16-ти ричной кодировкой, в которой представлены эти символы. Значит, для этого надо сначала познакомиться с функцией ord и chr. Орд это не род, а орд. Орд нам даст код нашего символа, это число. Вот. Это у нас десятичное значение, это у нас шестонастеричное значение. Понятно. Кстати, ну хорошо, нет, сначала без русских букв, сначала с латинскими. Ну и, соответственно, а chr нам даст, соответственно, 0x77. Это же 16-ти ричное число, нам даст, соответственно, символ. Как вы думаете, какой сейчас будет символ? x, конечно. Вот. Вот интересно, да, поскольку латинского алфавита мы не учили наизусть, то когда буква в отдельности, мы ее называем x, y, а когда нам нужно получить следующую букву за буквой w, мы, конечно же, говорим x. Потому что английский алфавит мы учили наизусть. x, да. Ну вот. Ну, в общем, все понятно. Не вижу особых проблем. Немножко проблем начинается, когда мы начинаем работать с русскими буквами. А в третьем питоне они есть. И внезапно оказывается, что кодировка латинского алфавита соответствует оски кодировке в питоне. То есть, однобайтный. На самом деле, двух. Или даже четырех. Вот. А кодировка нескольких букв соответствует чему-то. Ну, я так думаю, что это... Вот передо мной что-то очень похожее на двухбайтный УТФ, да. Секция 4 и этот самый... Да нет. Это, кстати, надо проверить, что это за кодировка такая интересная. Это не УТФ нифига. Короче говоря, значит, маленький секрет. Если не забираться глубоко в кишки питона, то выяснится, что на самом деле строки в питоне состоят из юникодных символов, которые вообще ни в какой кодировке. То есть, они прямо из юникодных символов. Что такое юникод для питона, я сейчас об этом глубоко рассказывать не буду. Скажу только, что... Сейчас попробуем, знаете, как это проделать? И написать что-то такое sys.getSizeOf. Ну, допустим, все того же y. Одна строчка из одной русских букв жрет 76 байт в памяти. Понятно, это идентификатор объекта, описатель объекта, длина, еще чего-то, еще чего-то. Короче, 76. Если мы сюда добавим еще одну русскую букву, мы увидим 78, из чего следует, что один символ занимает 2 байта. В том числе и латинский. Если чуть-чуть глубже забираться в кишке, закройте уши все, кто начал упутаться уже сейчас. Если еще глубже забираться в кишке, выяснится, что когда у вас нет ни одной не-оски-буквы в строчке питон, такие строчки представляет в однобайтной кодировке, собственно, в оски. Но это именно внутри, видите, да, разницу? Это именно внутри и, так сказать, нигде, кроме косвенных признаков, никак не проявляется. Когда вы работаете со строчкой, вы берете ее элементы, вы можете их как угодно складывать, брать у них их код, символы и так дальше. Это внутреннее представление. Но внутреннее представление, как видите, различается. И, соответственно, однобайтная. Но, опять-таки, неограниченной обществе можно считать, что все символы в питоне внутри строки хранятся в Unicode, и вам нет необходимости вообще как-то интерпретировать, а что это, собственно, за буква. Это такая буква, которая в Unicode имеет вот такой 0. И здесь я, пожалуй, прав, что это именно Unicode номер. 0.4 это номер секции, а 2b это номер секции. Можно даже попробовать какой-нибудь Univue, да, он называется. Нет, не Univue, а как же? Ну ладно, не буду сейчас при вас всех искать. Короче, есть прекрасный ресурс, онлайн-Unicode таблица. Чтобы не тормозить, не буду про нее. Может быть, сюда впишу, кстати. Тут в планах нету, тут Саша, а он нужен. Тут я задумался над такой адской штукой, которая называется кодировки. Но нет, пока не время. Это самое, как это, крепитесь, еще не сейчас. Вот, значит, короче говоря, код символа и, наоборот, символ с кодом. Орт и ЦАШР. Кстати сказать, мы можем посмотреть, мы можем посмотреть, какие коды символов у всяких вот этих вот B, что там, N, R, да, F, если я не ошибаюсь. Да. Вот. А, по-моему, пищалка это бэкслэш А. Интересно, она запищит у меня тут. Не запищал. Ну, и фиг с ним. Вот. Значит, да, так вот, зачем я рассказал про Орд и ЦАШР? Ну, во-первых, чтобы вы про это знали. А во-вторых, потому что на самом деле мы можем еще написать вот так вот. бэкслэш Х и дальше шестинестеричный код того, что там было, 4, 2, B. А, нет, 42. Если вы хотите вывести юникодный символ с кодом чего-то, то надо писать вот так. А, там 4 нужно, да, вот так. О, мягкий знак. Ну, да, потому что 4, 2, B был И, а следующий мягкий знак. Вот. Обратите внимание, что есть две формы. Бэкслэш Х и дальше АСКИ код. Это тот для латинских букв. И бэкслэш У, и дальше 4, и ровно 4, не 3, как я сделал в предыдущем ошибочном утверждении. 4 шестинестеричных цифры, это юникод код. Вот. Нет, хочу. Я, с вашего позволения, чуть-чуть поищу, вдруг найду. Не нашел. Ладно, не нашел, значит, не судьба. Вот. На этом можно было бы про спецсимволы закончить, говорить. Если бы не одна фишка. А чего, если я хочу, чтобы у меня бэкслэш был в строке? Есть два варианта. Первый вариант бэкслэш, бэкслэш. А, черт, я в количестве бэкслэшей запутался. Становится неудобно, да? Бэкслэш хелл, такая штука, когда у вас каждые два превращаются в один, все. Есть второй вариант. Второй вариант использовать так называемые ров строки. Че? А. Бэкслэш все равно бэкслэш. Короче говоря, видимо, с бэкслэшом, с бэкслэшем, именно с бэкслэшем придется пострадать, но все остальные вещи В случае ров строки не интерпретируется. Любой символ после бэкслэша, кроме, видимо, закрывающей кавычки, в случае ров строки не интерпретируется. Вот. Это была глава про спецсимволы. Очень хорошо. У нас еще есть немножко времени. Да, отлично, отлично, мы все успеем. Даже неинтересно. Сейчас, пожалуй, самое интересное и самое развесистое, а именно так называемые форматные строки. Форматная строка – это фактически генератор шаблонов. То есть вы можете написать буквально следующее. там а, б равняется… Да? И написать что-то типа такого. Print. Дальше модификатор f, который означает, что теперь у вас внутри строки все пары фигурных скобок будут считаться шаблонами. Например, вот так. Вот. Идея стоит в чем? Когда вы используете форматную строку, это в питоне 3.6 появилось. Когда вы используете форматную строку, у вас при конструировании такой строки доступен текущий namespace, в котором доступно даже выполнять некоторые операции. Ну, как в Eval. Фактически мы делаем Eval каждый раз, когда сдаем такой шаблон. Вот. Значит, ну и дальше вы понимаете, да? Дальше вы можете формировать вот такие строки, как хотите. Тут сюда даже input можно вставить, но не надо, потому что неудобно будет думать об этом. Значит, некоторая непривычность с точки зрения человека, который изучает не питон, состоит в том, что вот это, вообще говоря, имена из вашего namespace. Если я сейчас одно из них удалю, оно работать не будет. У вас не сформируется строковая константа, потому что внутри этой строковой константы Eval есть. Мы в прошлом году дискутировали на предмет того, является ли форматная строка опасной штукой или безопасной с точки зрения программиста. Ну, Eval, со всей очевидностью, является опасной штукой. Мы можем ввести какую-нибудь такую запредельную ерунду, которая потом, да. С точки зрения... Вот форматная строка слегка более безопасная вещь, то есть мы вполне можем сначала проверить, что там лежит вот в этом А и Б, а потом только заевается. Ватс. То есть нам все равно... Не так, вру. Главное отличие стоит в том, что выражение, само выражение не вводится. Вводится переменами, является только содержимое этих объектов. Все, что питон может вычислить, вы сами явно пишете в этой строке. Вот это главный аргумент в пользу того, что форматная строка более безопасная штука, чем Eval. То есть у вас, да, Evalится вот это выражение, но это выражение не ввели с экрана, а непосредственно забили в константу. Такая вот удобная вещь для отладки просто супер. В питоне 3.8, который тут пару дней назад вышел, есть еще более суперская штука для отладки. Но у меня тут пока нет питона 3.8, будет время, я его найду вам и покажу. Суперскую вещь. А пока что вот. Довольно удобная вещь. Значит, но самое удобное в этой вещи вовсе не то, что вы можете избежать монструозных конструкций вида А равно, кавычка закрывается, А, Б равно, кавычка закрывается, вот это все. Самая удобная вещь в форматных строках в том, что вы можете на очень развесистом языке описать формат вывода того выражения, которое вы хотите выводить. Смотрите. Что-нибудь типа такого. У нас есть А, нет, Б. У нас есть Б. Давайте только... Даже не так. Давайте сделаем вот так. Вот. Вы можете, например, сказать, что я хочу, чтобы вывод был в экспоненциальной форме этого самого Б. Просто после двоеточия указать тип. Вернее, формат вывода. Или в фиксированной форме. Или в фиксированной форме, или, скажем, вот 9 символов, из них 10 после запятой. 9 получается, да? Вот. А, ну 100-то много. Или 20 символов, из них 12 после запятой. А, соответственно, остальные до. Вот. Еще и нулями заполнить. Для простоты. А у нас равняется, ну, допустим, 3. Если вы хотите трехзначное число А, то вы можете написать что-то типа А, двоеточие, 0, 3. Вот так вот. Че? Да принт не обязательно. А, у нас неправильно. Вот так вот. Он сказал, что, ребята, вы тут указали модификатор 0, который вообще, говорят, только для целых чисел, а у вас тут, извините, строчки. Вот. Если это... Сейчас, давайте вот здесь еще количество после запятой. Да, вот 12. Один после запятой. Он сдался и написал вам... Написал... Вот, пожалуйста. 6 символов. Ну, в смысле, 6 символов, включая запятую. Вот как это выглядит. То есть при задании формата там довольно гибкий язык. То же самое про форматирование. Вы можете написать, например, А, скажем, 2.3. А, 2.3. И он отформатирует по левой границе. Давайте даже не так. Здесь напишем 7, а сделаем, скажем, 12. Вот, по левой границе. По правой, по левой границе. И там, по-моему, посередине вот так вот пишется. Вот. Вот. То есть, если вам нужно формировать хороший красивый вывод, а у нас будет домашняя задачка на хороший красивый вывод. Вау. В которой вот эти вот юридистика с пробелами будет проверяться. Вау. Вау. Строка форматирования вам в помощь. Значит, если внимательно посмотреть на язык форматирования и начать его изучать от начала до конца, то, как это сказать, может стать немножко грустно. Зато тут до хрена примеров. Вау. Зато тут до хрена примеров. В общем, можно выводить числа, у которых плюс в начале стоит, или минус, чтобы плюс тоже стоял. Можно выводить разделитель между цифрами. Помните? Вот. Более того, в 36-м питоне, кажется, стало можно вводить вводить разделитель между цифрами. и, соответственно, выводить его. Ну, короче, довольно гибкая штука это самое форматирование. Я уже сказал, что строки форматирования появились в 36-м питоне. А что было до этого? А до этого был и никуда не делся строковый метод формат. Вы можете сделать так. Вы можете написать что-то типа при этом обратите внимание, что поскольку метод формат принял три параметра, то он автоматически нумерует скобочки, в которых мы вообще не указали, а что, собственно, мы хотим выводить. Нулевой параметр выводится в нулевой паре скобочек, первый в первый, второй в второй. Если вы хотите сами что-то такое здесь, ну, давайте сделаем так. А, Б, С равняется раз, два, три. Нет, нет, 10, 20, 30. Да? И вы хотите сами указать. Сейчас, ну, скажем, второй, второй, третьего нету, второй, нулевой, нулевой, первый. Вот. Если вы хотите сами указать номер параметра, указывайте его. В случае, когда вы используете метод формат, поскольку у вас уже есть список позиционных параметров, которые туда приехали, пожалуйста, вот они сюда приехали. Обратите внимание, что это не является строкой, форматной строкой, то есть для питона эта строка является именно этой строкой и ничем другим. Вот. А форматная строка, это когда у него фы в начале. Кстати, если вы вот так вот напишите, я думаю, будет ошибка. Ой, нет, я ошибся. Он просто вычислил эти выражения. Вот. Значит, что использовать метод формат или форматную строку зависит от контекста. Иногда бывает удобно одно, иногда другое. Вот. Ну, в общем, в целом и то, и другое, в общем, хорошо. Так. Я хочу все-таки попробовать показать вам... Нет, неправильно. Секунду. Вот здесь у меня для экспериментов был собран питон. По-моему. Да. Вот. Вот 3,8-й питон, который тут вот на днях вышел, в нем есть и более интересные вещи. Одна совсем интересная вещь называется присваивание, но это не сегодняшняя тема. А вот что касается форматных строк, то теперь вы можете делать так. Ну, например, а, запятая б равняется... Форматная строка а, запятая б. Это понятно. А теперь вы можете сделать еще вот так. То есть отладка с помощью принта никогда не была такой как это близкой и родной, понимаете? Вот. Очень не скоро. Ну, я попробую договорить, но в этом году точно не будет. По крайней мере, в этом семестре. Вот. Там 3,6-й как раз, по-моему. Или 3,7-й. Ну, какой-то там старенький. Это не очень быстро делается, вот, администратами и джажа. Короче, вот. Такая вот, такая вот удивительная вещь в 3,8-м питоне. Вот. Смотрите, у нас еще 13 минут. Хорошо. Значит, соберите мозги в кучку, потому что мы сейчас будем говорить про них, про кодировки. ну, я бы не был столь да. На самом деле, нет. На самом деле, конечно, мы будем говорить не только про кодировки, а про вообще строкоподобные структуры, которые не являются юникодными, полноценными строками. Смотрите, те из вас, кто изучал, ну, не знаю, язык C, например, знают, или Паскаль, но с Паскалью там все сложнее, вот, он слишком, слишком теоретический в этом смысле. Знают, что с точки зрения C строка это последовательность байтов. тот факт, что некоторые из этих байтов могут быть так называемые wide chars, то есть два байта образуют один символ при выводе на соответствующее устройство, которое именно так и воспринимает этот вывод. Язык C не волнует никаким образом. Строка это последовательность байтов. Да, бывают локализованные версии стреллян локализованы или нет. Кажется, нет, кстати, в липси. Я не помню. Короче говоря, в питоне нет. В питоне строка это вообще не последовательность для начала строк. А во-вторых, они, как мы с вами видели, все лежат в кодировке Unicode, что, собственно, облегчает нам понимание того, что, собственно, мы видим какой-то символ. Но ни в коем случае не облегчает нам понимание того, чего, собственно, лежит в памяти, какие там байтики валяются. То есть, если вы хотите прочесть из файла, например, какое-то двоичное что-то, то какого рода тип данных будет этому соответствовать? Уже очевидно не строка, потому что строка это такие буквы Unicode Unicode, и некоторых из них не существует, например. Очевидно, это какие-то байты. Для этой цели в питоне есть целый тип данных, который называется bytes. Выглядит он вот так. Видите букву B в начале? Всегда. который при попытке его вывести на экран ведет в себя вот так вот, а во всем остальном вообще ведется как обычная строка. Смотрите. Видали, сколько методов? Да, в общем, все те же самые. Да? Другое дело, что если мы сейчас посмотрим get size of вот этого самого а, то мы увидим, что оно еще меньше, чем строковый или, ну, чем строка, которая просто строка уникодная. Фактически это константный массив байтов, обладающий еще одним волшебным свойством. Операция индексирования по этому массиву возвращает число. Вот операция индексирования по строке возвращает строку, понятно, потому что у нас нет такого специального данного, типа данных уникодной символ. операция индексирования по байтовой строке возвращает внезапно байт. Нет, так нельзя. Вот. Ну, это, в общем, довольно интересная штука, да? Операция секционирования, разумеется, возвращает тип байт. А вот операция индексирования возвращает число, что удобно. если вы работаете с байтами, вам вполне достаточно для получения того, не изморачиваться этими ордами и CHR-ами, а просто сказать, пожалуйста, дай мне вот десятый байт. Он даст десятый байт. Вот. Более того, раз уж есть строки, и раз уж они фиксированного размера, и когда вы видите, что у строк, вернее, байтовых строк есть волшебное свойство превращаться в байты, то есть в целые числа, когда вы работаете с элементами этих строк, возникает горячее желание сделать их модифицированными, чтобы можно было эти байтики туда еще писать. И такой тип данных есть, но он называется по-другому, называется byte-рей. вот. Он абсолютно тем же свойством обладает, что и bytes, за исключением того, что я так думаю, что он побольше будет, потому что он модифицируемый, и там нужно хранить всякие атрибуты еще дополнительные. Сейчас посмотрим. это не особо, Но все-таки побольше. Да? Вот. А еще видите, вот это. Или, допустим, вот это. А еще он список. То есть мы вполне можем сказать B, допустим, третье равно 121. И бац! Ну, 101. Да? Или, например, B точка поп. И вам вернулся х. А это S. А это W. А это цифра 2. А это то, что осталось. Вот. было бы, конечно, очень удобно, чтобы и строки так себя вели, настоящие строки с русскими буквами. Но там начинаются всякие подводные грабли. Вот. Временами плохо понятные, временами очень неудобные. поэтому когда вы работаете со строками, с представлением собственно текстовой информации, вы работаете с Unicode строками и только с ними. А когда вы работаете с байтами, работаете либо с ByteRay, либо с Bytes. И вот у ByteRay есть такие прекрасные свойства, и с ним можно проделывать разные кунь-штюки. Вот. Но я-то обещал рассказать про кодировки. у нас есть еще целые 6 минут, чтобы от этого пострадать слегка. Первое страдание начинается прямо сейчас. Не-не-не, я не хочу B. Я не хочу, чтобы мне на экран печаталось ByteRay B, вот это вот. Я хочу, чтобы мне на экран напечаталось 1QAE, строку хочу. Черт. В чем проблема? Проблема следующая. Смотрите. Допустим, у меня в моем ByteRay написано, ну, не знаю, там, B равняется ByteRay, ну, или Bytes, это не важно. Ну, а, да, да, вот. B равняется Bytes, и здесь какие-то странные символы, ну, скажем, 60, 70, 80, 90, это уже старше, старше, это уже не ASCII. Чего? А, а 0. Видали, как он заговорил, что вот эти первые два символа он знает, как вывести, а вот 80, 0x80, 0x90 и 0x70, вообще говоря, почему а 0, кстати? А, а, я неправильно, я там x не писал, вот так надо было, да? Во. Вот. А вот эти символы не являются буквами с точки зрения кодировки ASCII. ASCII только от 0 до 127 включителей. А чем это может являться? Ну, для начала это является байтами. А еще когда-то давно тому назад, когда деревья были маленькие, а компьютеры большие, байты были тоже, ну, как это сказать, маленькие или наоборот большие, уж не знаю, как правильно. Короче говоря, считалось, как в языке программирования C, что строки состоят из байтов, а байты это символы такие. И внезапно получалось так, что в наших строках бывает разных символов, не больше 256 штук, один из них 0, конец строки, ну и там большую часть из оставшихся мы тоже знаем, какие это латинские буквы, вот это все цифры там плюс-минус. Как же изображать, внимание, все остальные буквы всех остальных языков? Да и нас не очень волнует отвечали программисты, которые все это разрабатывали, но у вас там какие-то есть языки отличные от английского, но используйте, вот у вас есть еще целых 127 букв, используйте для остальных языков эти 127 букв. Вот, но разумеется, так просто это не получилось, и возникло понятие кодировки. В более или менее общем, ну и так, устоявшемся понимании, кодировка это толкование того, каким конкретно буквам, ну или каким-то другим символам соответствуют символы однобайтовые, чей код больше, чем 127. То есть, вы могли получить на руки некоторые сообщения, состоящие из байтов, обнаружить, что в нем, в этом сообщении, есть байты с кодом больше, чем 127, и дальше для того, чтобы понять, что там написано, дело за малым. Надо было догадаться, а каким буквам соответствуют вот эти байты с кодом больше, чем 127. Русским или, допустим, польским вот всяким вот этим с диактрикой или, допустим, японским иероглифом. Если не влезет, совсем плохо. А если не влезет, все еще хуже. Собственно, понятие кодировка возникло именно в этот момент. То есть, помимо текста, вам еще передавали метаинформацию, а именно информацию о том, в какой кодировке этот текст представлен. Допустим, возьмем какой-нибудь, я люблю, это просто классический пример, сейчас попробую его, попробую его, или нет, лучше вопрос, да? Классический пример это, конечно, слово вопрос. Вот, абсолютно классический, если успею, расскажу связанный с ним прикол. это не байт, это, извините, а, ну да, да, давайте его, это не байт, это текст, да? Type от текста стр, значит, это Unicode. Ну, это правда Unicode, ну, допустим, ord от т нулевое, опять урод написал. Че? Вот, h1042, ну, понятно, да, это, ну, x4 сколько-то? 412. 12-я буква, 12-й символ в 4-й секции Unicode. Значит, никого Unicode тогда еще не было, поэтому в действительности вот это слово вопрос было представлено в однобайтной кодировке какой-нибудь, ну, допустим, в кодировке, ну, не знаю, вот для Windows, cp1261. Значит, для того, чтобы такое получить, надо сказать, t.uncode, по-моему, вот так, cp, или win1261, win, значит, cp, o. Обратите внимание, тип этой, тип такого представления с точки зрения питона, это bytes. И вот эти байты. Этот байт соответствует букве v в кодировке 12-й, этот o, этот p, этот r, этот o, и этот s. Сколько байтов, столько и букв. So far, so good. И вот, значит, сидит человек под своей виндой, пишет письмо системному администратору, которое начинает со слова «вопрос» и дальше задает вопрос. Системный администратор сидит под этим своим юниксом с кодировкой COI-8R. Получает это письмо, в которое, естественно, почтовый клиент не проставил, какая там кодировка. Ему приехало вот такое. Он почесал репу, сказал, ну давайте, ну, наверное, это на русском написано, да, давайте перекодируем. Значит, декод в кодировке, как я уже сказал, COI-8R. Вот этот бнопня, она была просто мемом таким, ну, вот, целое десятилетие. Вот, то есть когда ты видел какую-то ерунду на экране, и она называлась бнопня. В чем главный недостаток? В отсутствии метаинформации. Да? Значит, в случае юникода у нас единственный способ представления информации. Я не сказал UTF, я сказал юникода. Обратите внимание. В случае использования кодировки у нас столько способов представления информации, сколько кодировок. Русских кодировок, ну, в самые густые времена было штук, наверное, 10 разных. Там последовательства, была кодировка, например, где русскими являлись только те буквы, написание которых отличается от латинских. Вот. Причем буква Y считалась похожей на букву U, в том числе загвадная. Ну, такое. Значит, бнопня. Как вы думаете, эту задачу поначалу, собственно, ее так и решили. Как вы думаете, эту задачу решили во всем мире? Думаете, хорошим, удобным способом договорились, что теперь все символы двухбайтные и всем хорошо? Ошибаетесь. Значит, изобрели кодировку, которая называется UTF. Утф, причем их тоже примерно 4 разных, ну, в общем, самая популярная из них UTF-8. Кодировка UTF-8 отличается тем, что, вот давайте мы в этом слове вопрос, поставим еще восклицательный знак в конце. И, скажем, ему ин-код, ну, скажем, вот такой, только не CP81, а UTF-8. Обратите внимание вот на что. Что все не ASCII-символы превратились в двухбайтные? А все ASCII-символы остались однобайтными. Ну, давайте, чтобы было понятно, здесь напишем еще the, the вопрос. Видите, да? То есть, строки в кодировке UTF-8 имеют неизвестное количество байтов в одной букве. Неизвестное. Вот. Если символ первый, который вы видите, меньше, чем 128, значит это ASCII. А если больше, значит это номер секции, а следующий символ, который будет следовать за ним, это номер секции. Так устроен UTF-8, а еще есть UTF-16, там 4 байта. Ну, короче, да. Ну, короче, вот такое. Сказать, что это сделало все очень удобным, значит покривить душой. Вот у нас есть, допустим, преподаватели на факультете, которые при слове UTF-8 много вам могут рассказать. Вот. Я их, в общем, понимаю, хотя, 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 хотя. Главная проблема все-таки была решена. Собственно, на самом деле было решено сразу две проблемы вместо одной. Проблема первая. Представление произвольного символа в одном и том же текстовом потоке, без переключения кодировок. Проблема вторая. Все легоси-программы, которые работали с ASCII-представлением, продолжали работать, как работали. На самом деле, вот это кажется смешным, но это при, особенно в области, там, где Рьюз был исходный код, это очень много сохранило усилий людей, которые всю жизнь программировали, вот там, используя ASCII-кодировку. Потому что все алгоритмы на ASCII продолжают работать и сейчас. Даже если это UTF-8. Вот. Такие вот дела. Но, тем не менее, да, тем не менее, вот этот ин-код и декод, это такая штука. Мы с вами с ними еще встретимся, когда будем разговаривать про файлы. Потому что файлы в питоне по умолчанию текстовые, но бывают и бинарные. И в случае, если файл бинарный, вы обязаны, когда читаете из него строку, рассказать, в какой кодировке она там лежит. Вот. Но это будет потом. Сейчас. Есть у меня подозрение, что банальный принт тоже производит декодирование при выводе. В ту кодировку, которая у вас используется в консоли. Сейчас попробую это проверить. Нет. А. Ну, короче, не знаю. Дело в том, что коренное отличие практически не существующего уже на сегодня, то есть существующего в виде легоси, языка программирования Python от языка программирования Python 3, как раз в том и состояло, что в питоне 2 строки были байтовые. И вот эта вся вот, вся эта шушера с кодировками, она была вся ваша. Вот. В питоне 3 сделали решительный шаг, и строки стали юникодные, а байтовыми стали только вот такие байтеры и все остальные. Хорошо. Тогда, значит, мы откладываем вопрос применения перекодировки до разговора про файлы. Я даже слегка перевыполнил план, потому что я еще рассказал про ОРД и CHR, что важно. Вот. С домашним заданием, как обычно, буду тормозить, не в защите. Есть ли вопросы какие-то есть? Все, тогда спасибо. Спасибо.